Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хван. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о таком средстве защиты растений, как коллоидная сера. В наших выпусках мы периодически рекомендуем использовать это средство защиты растений против целого комплекса болезней и вредителей. Коллоидная сера является природным веществом, веществом природного происхождения. Это химический элемент сера буквально в чистом виде, который мы можем встретить в окружающей среде, но буквально повсеместно. Коллоидная сера не наносит какого-либо существенного ущерба окружающей среде. Она может вноситься под многие растения, которые требуют кислых почв в довольно больших количествах. Это связано с тем, что в почве она видоизменяется, превращается в кислотные различные соединения, причем этот процесс происходит достаточно медленно, поэтому не происходит каких-либо резких изменений в кислотности и в этой связи она является вот таким щадящим средством подкисления почвы. Именно такое, как необходимо голубики, другим растениям семейства брусничных, а также роддендроном и даже гортензиям. Кроме того, коллоидная сера является очень хорошим инсектицидом, фунгицидом и окорицидом. Связано это с тем, что при нанесении на листья она распределяется на растение тоненьким слоем и при достаточно высоких температурах выше 20 градусов. Коллоидная сера начинает парить, сера начинает испаряться. Вот этот вот пар из серы начинает взаимодействовать с вредителями и болезнями. В результате также образуются всевозможные токсичные для патогенов соединения. Однако количество серы, которое вносится в саду и огороде, никак не может повредить здоровью человека, а также большинству полезных насекомых и микрофлоре. Это связано с тем, что коллоидная сера вредит именно патогенным микроорганизмам, у которых имеются специфические механизмы превращения вот таких серных соединений внутри своего организма. Конечно, есть риски, что при очень частом систематическом использовании этого средства может быть придавлена и нормальная, естественная такая биота. Но, как и любыми средствами защиты, не стоит злоупотреблять и коллоидной серой. Напомню, что коллоидная сера эффективно работает именно тогда, когда температура воздуха выше 20 градусов. Особенно хорошо она работает в защищенном грунте, а также в хорошую солнечную безветренную погоду. Именно в этом случае создаются благоприятные условия для возникновения вот этих вот действующих паров серы. Коллоидная сера прекрасно уничтожает таких насекомых вредителей, как тля, трипсы и другие мелкие насекомые. Кроме того, она губительно действует на растительноядных клещей. А ведь большинство препаратов, направленных против борьбы с паутинистым и земляничным, почковым и другими клещами, являются достаточно токсичными и для растений, и для человека. Ну, возможно, за исключением только авермиктинов, которые тоже обладают природным происхождением. В этой связи коллоидная сера является совершенно незаменимым средством для профилактики и борьбы с такими заболеваниями, как почковый клещ на смородине, земляничный клещ на земляники и различные виды паутиного клеща. Кроме того, коллоидная сера прекрасно справляется с мучнистой и ложной мучнистой росой. Особенно ценно это ее свойство на винограде. Можно использовать коллоидную серу как в начале вегетации растений, так в середине и в конце. Конечно, не рекомендуется использовать коллоидную серу во время плодоношения. Однако, в отличие от других средств борьбы с болезнями и вредителями, остатки серы достаточно легко смываются с поверхности фруктов, овощей, каких-то плодов. То, что мы употребляем в пищу. С другой стороны, даже попадание небольшого количества серы, каких-то микроскопических остаточных количеств, которые могут случиться в связи с использованием этого средства, не токсичны, не опасны для здоровья человека. Срок ожидания по этому препарату всего лишь один день. Разве это может сравниться с тремя-четырьмя неделями после использования, например, неоникотиноидов или каких-то жестких окорицидов или серьезных фунгицидов? Конечно же нет, всего лишь один день срок ожидания. В этой связи коллоидная сера, конечно, должна снова занять достойное место в наших садах и огородах. Это старое, проверенное временем средство, которое сейчас почему-то начало становиться менее популярным в связи с наводнением рынка, другими такими более химическими, что ли в кавычках, конечно, средствами и вытеснять эту коллоидную серу. Однако, во многих случаях в любительском садоводстве, овощеводстве и цветоводстве нам необходимо к нему снова вернуться. В настоящее время, уже после уборки урожая, ближе к осени, начале осени, когда дни все еще стоят теплые, коллоидная сера совершенно незаменима для лечения и профилактики целого комплекса и болезней, и как средство против вредителей, в том числе, которые именно сейчас начинают собираться на зимовку. Поэтому приготовление и использование растворов в саду и в огороде является очень и очень целесообразным. Многие задаются вопросом, как же правильно приготовить препарат коллоидной серы? Ведь сера не смешивается с водой, смешивается очень сложно. На самом деле, приготовить препарат для обработки растений очень просто. Во всех случаях 40-50 грамм коллоидной серы в конце вегетации растений является прекрасной дозой для борьбы с многими болезнями. Если вы используете коллоидную серу в начале вегетации по молодым листьям, вам не стоит использовать дозу более чем 30 грамм на ведро воды. Все дозы на 10 литров воды, на ведро воды. Однако, некоторые сорта крыжовника и других растений являются более чувствительными к коллоидной сере, нежели чем другие сорта. В этой связи, при использовании этого препарата, особенно в начале вегетации, необходимо сделать предварительную обработку небольшим количеством препарата. В противном случае, особенно по крыжовнику, это хорошо замечено, этот препарат может вызвать ожоги листьев. С другой стороны, в осенний период даже ожоги листьев коллоидной серы не являются опасными, в силу того, что уже растения, урожай снят, уже древесина вызрела, побеги уже вызрели и даже некоторое повреждение листьев осенью, будет способствовать улучшению перезимовки этих растений. На этом основана наша искореняющая осенняя обработка, о которой мы поговорим чуть позже, ближе к сезону. Ну, а сейчас приготовим препарат коллоидной серы. Для того, чтобы препарат коллоидной серы не расслаивался и хорошо наносился на растения, нам всего-то навсего надо взять 50-100 грамм хозяйственного натриевого мыла, самого обыкновенного. Если у вас есть зеленое калиевое мыло, то лучше отдать предпочтение зеленому мылу. Точно так же надо от 50 до 100 грамм на ведро воды сделать вот такую вот эмульсию в небольшом количестве, ну, например, в полулитре воды. После того, как мыло растворилось как следует, необходимо вскрыть пакет с коллоидной серой и аккуратненько этот вот желтый порошочек пересыпать сюда в это мыло. Вот 40 грамм коллоидной серы здесь уже есть. После того, как вы провели эту процедуру, необходимо все как следует вымешать. Я это делаю очень просто. Беру банку и вот так вот пару минут встряхиваю. После этой процедуры коллоидная сера очень равномерно распределяется по всему объему жидкости. После этого разбавить тоненькой струечкой вот это вот мыло вместе с серой в 10 литрах воды, не холодной, не горячей, а такой обыкновенной комнатной температуры не составляет никакого труда. Использовать этот раствор необходимо в течение суток. Ну, например, вы половину дозы можете внести утром и на завтра на утро вы еще можете довнести. На большее время оставлять этот раствор нежелательно. В силу того, что он может постепенно расслоиться, сера соберется в более крупные комочки и при использовании опрыскивателя будет просто-напросто его забивать. Хотя чисто с химической точки зрения ничего здесь происходить не будет. Сера как обладала своей активностью, так и будет обладать. Единственное будет техническое неудобство, что вот эти комочки могут забивать опрыскиватель. Ну, если вы, может быть, еще раз как следует встряхнете этот раствор, то хранить его можно достаточно долго. Само по себе мыло является биологического происхождения продуктом, поэтому никакой опасности для окружающей среды не представляет. В этой связи данное средство можно смело признать экологически безопасным. Конечно же, не стоит им пользоваться во время активного лёта пчёл, во время активного цветения растений, особенно там, где пчёлы массово собирают мёд. Ну, а во всех случаях им можно пользоваться от весны до оси, в том случае, если температура дневная выше 20 градусов. Что ж, я вам настоятельно рекомендую использовать этот раствор на смородине, на крыжовнике, на винограде, на яблонях и на других растениях. На декоративных растениях после снятия урожая для лечения и профилактики целого комплекса болезней и вредителей. Желаю вам здорового сада, красивого сада и всего хорошего. До встречи!